Благодарный тебе, Господь, за жертву твою О, как прекрасно, бесконечно, Бог, любовь твоя Тебя в остров день оставляешь, чтоб найти меня Он был не достоин, не заслужил я, но ты жертвуешь собой О, как прекрасно, бесконечно, Бог, любовь твоя О, как прекрасно, бесконечно, любовь твоя Мы приветствуем тебя, Дух Святой, на этом месте Мы говорим этим утром, доброе утро, Дух Святой Ты наша целостность и ты наша полнота Ты наполняющий все во всем Все от тебя и к тебе стекается Боже, открой небеса над этим местом еще больше Чтобы здесь на земле было, как на небе Преобразуй каждого человека еще больше в свой образ и в свое подобие Пусть шикайна слава спускается на это место Действуй, Иисус! Действуй на это место, говори сегодня в наши сердца Научи нас быть открытыми, открытым лицом, взирать как зеркало в славу Твою И преображаться из славы в славу, из веры в веру, как от Господнего Духа Боже, молю все, кто нуждается сегодня в физическом прикосновении По слову Твоему будут исцелены эти люди во имя Иисуса Все, у кого есть какая-то душевная, духовная нужда Пусть эта жажда не прекращается Ты сказал, что блаженны и нищие духом Боже, подними дефицит духа на этом месте Дефицит духа на этом месте Аллилуйя! Аллилуйя! О, больше тебя! Ты меньше нас! Аллилуйя! Аллилуйя! Отец Небесный Я молюсь Чтобы Ты вложил Свои слова в мои ста Чтобы проповедь моя была не в премудрости слов человеческих Ни в философии, ни в умствованиях Но в явлении силы и Духа Святого Господь, спасибо Тебе Мы благодарим Тебя За этот замечательный день За дыхание жизни За жизнь вечную За церковь Твою Которую не одолеют врата ада Благодарим Тебя за слово Твое Вечное, незыблемое, непоколебимое Благодарим Тебя за братство Благодарим Тебя за отношения Мы благословляем это время именем Твоим святым Мы благословляем город Сочи Мы благословляем все собрания по всему лесу земли на этом месте Во имя Иисуса Да будет Тебе вся честь Вся слава И вся хвала принадлежать одному Богу Отцу, Сыну и Святому Духу И все любящие Иисуса Да скажут Аминь Аллилуйя Давайте подарим Богу большие-большие аплодисменты Аллилуйя Бог благ Слава Иисусу И ты можешь сказать соседу Бог благ А Он пусть тебе ответит и милость Его вовек И конечно же огромное спасибо прославляющим Замечательные прославления Просто давайте подарим шум хвалы для Господа Доброе утро церковь Доброе утро народ Божий Доброе утро драгоценные братья и сестры И я счастлив Просто счастлив сказать ничто не сказать Библейское слово есть блажен Блажен это как сверхсчастье Быть в Доме Божьем каждый воскресный день И у вас такой насыщенный график И видео обзор показывает Что у Сочи большое будущее У России большое будущее И вообще весь мир он будет спасен Потому что есть подобного рода церкви У вас фундаментальное название Название такое Знаете есть такие названия Они как-то их даже Не всегда свяжешь вообще с библейским пониманием А у вас фундаментальное название Ковчег Ковчег То есть это вот Церковь Нового Завета Это прообраз ковчега Куда человек заходит Приобретая спасение Да Где радуга над ковчегом Где есть заветные отношения с Богом И вы находитесь вот в самом правильном основании Я так рад И у нас тоже фундаментальное название Кругольный камень Поэтому мы в этом смысле с вами так Как бы очень близкие И я благодарен Господу за Дружбу и отношения с вашим пастором С пастором Олегом С его супругой Марины И они были у нас в августе Да Были в августе И мы были очень 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 благословлены Его служением У вас богатый Богом человек Пастор Олег Аминь Слава Иисусу И знаете Я являюсь пастором Уже десятый год В церкви Кругольный камень Санкт-Петербург И с недавних пор Стал еще епископом Там северо-западного региона И поэтому мне приходится Много ездить И видеть разного рода Общины, церкви И в некоторой церкви Ты приезжаешь и думаешь Господи За что же эти люди Так провинились Пред тобой Что ты дал им такого пастора Вам хочется сказать Чем же вы так Богу угодили Что он вам дал Такого потрясающего пастора С большим сердцем Вот Поэтому если вы сейчас Не поленитесь И просто возьмете пару фраз И отправите ему смс Мэшес Просто выразите свою такую Любовь к своему наставнику К человеку, который печется вас Просто напишите Пастор, мы с тобой Мы тебя любим Знаете, он вам еще круче будет служить Чем сейчас служить Поверьте Это работает на 100% Я как пастор об этом знаю И со мной моя замечательная Жена Оксана Она со мной ездит везде Сопровождает меня Любой здравомыслящий мужчина Муж скажет Что меня бы не было Если бы не было моей жены То есть моя жена Она на 98% меня сделала И Господь Вот они в партнерстве работают Чтобы я есть тот, кто я есть Мы воспитываем с ней пятерых сыновей У нас пять Да Слава Господу Самому младшему два годика Старшему 17 лет И вот он вот на этом инструменте у нас трудится На ударных инструментах Тоже прославляет Господа В общем, вся семья у нас служит И мы Очень счастливы, что мы служим Одному Богу И знаете, я вот Сейчас мы ехали в лифте И кто-то сказал, что Шесть или семь лет У вас не было Вот такой замечательного Ноябрьской погоды Вот такая вот солнце стоит Это все из-за нас с женой Мы вообще летели в Дубай Но вот по определенному Стечению обстоятельств Меня не выпустили из страны И мы развернулись И поехали в Сочи И я думаю, Господи Вот какое-то должно быть утешение От тебя Чтобы что-то вот как-то вот Ну как-то импонировало Нашей прогулки Здесь, нашему пребыванию И местные жители говорят Ну мы давно такого не видели Что было такое солнце Я так, знаете, вот Эгоистично подумал Что Господь из-за меня Дал такую погоду Поэтому благословляйтесь Все вместе И Я сегодня буду говорить На очень На мой взгляд Важную тему Любой проповедник Выходит и говорит Я сегодня буду говорить На очень важную тему Видимо вообще нет В Священном Писании Неважных тем нету Ну У меня есть одна такая Семейная, скажем так Фишечка Я у жены своей спрашиваю Всякий раз А она играет на клавишах У нас дома В гостиной И я когда готовлюсь К проповеди Ищу слово Ищу какого-то То есть водительства Божьего Я на протяжении Десяти лет К ней оборачиваюсь И спрашиваю О чем проповедовать Знаете Одна из, мне кажется Сущностей Духа Святого Это твоя жена Она очень часто Говорит в твою жизнь Поэтому мужья Прислушивайтесь Когда вам говорят Жены Иногда это Сто процентов Бог говорит Через них И она мне говорит Так ты проповедуй о любви Ты никогда Не ошибешься И я подумал Правда Если я буду Проповедовать о любви Я буду Проповедовать о Боге Если я буду Проповедовать о Боге Потому что Он есть любовь Значит я буду Проповедовать о любви Потому что Бог Есть Любовь Аминь И моя проповедь Она и будет Так называться Анатомия любви Анатомия любви Мы сегодня Совершим с вами попытку Или как-то Попытаемся Разобраться Вообще Что такое Любовь насколько важна любовь в жизни, какие есть формы любви. И, конечно же, хочется встать на Слово Божие. Аминь. Меня поражают некоторые проповедники, которые за время проповеди даже не возьмут ни одного места из Священного Писания. Я в своей команде запрещаю таких проповедников смотреть. Я говорю, если нет оснований из Священного Писания, тогда это хотите, это, ну не знаю, ораторское выступление, или там, не знаю, комедий-клаб посмотрите тогда. Но должно быть основание Слова Божьего. Чьим словам поверим мы с вами, да? Я буду верить Слову Господа. Потому что информация очень много вокруг нас витает, очень много СМИ нам говорят, бабушки на лавочках нам говорят, родственники говорят, голос плоти говорит, голос дьявола говорит. И среди этого многоголосия нам с вами очень важно расслышать голос Бога. Голос Бога. Поэтому нам Бог заботливо оставил Священное Писание. И вот сегодня брат проповедовал, ну призывал нас как бы посмотреть на даяние с точки зрения, ну а как богатые люди на это смотрят. Я тоже одного успешного человека спросил, я говорю, а как вот быть успешным? Ну вот формула же должна же быть какая-то. И люди сегодня гоняются за формулой успеха. Какая формула успеха? Какую вот квинтэссенцию такую приобрести, чтобы быть успешным? И мы об успехе, ну в основном люди этого мира по материальным критериям судят. Вот если он там в достатке живет, у него есть такой автомобиль, он столько-то раз отдыхает, дети учатся в такой-то школе, посещают такие-то кружки, секции и так далее, тогда человек, ну как бы считается, достиг успеха. И я у него спросил, какая формула успеха? Он мне говорит, открывай книгу Иисуса Навина, 1 главу, 8 стих, и она говорит следующее. Вот живи по слову, и ты всегда будешь успешным. Да не отходится я книга закона от уст твоих, да, и поучайся в ней день и ночь, и тогда ты будешь успешен на всех путях твоих. Вообще нет никаких проблем, да, вот она формула, жить по слову Божьему. И у меня есть одна занимательная история, чтобы мы понимали, что есть кто-то сказал, и зачастую люди строят свои мнения. Я много раз сам улавливался на такую, скажем так, неправильную наживку, когда ты строишь мнение о человеке со слов кого-то. Ни разу не было с вами такого. Ты человека не знаешь, ты с ним никогда в связь не вступал, в контакт не вступал, в общение не вступал, но просто тебе о нем кто-то рассказал. Это не первоисточник, это просто какой-то второй источник, третий источник, седьмой источник. И ты взял и построил свое мнение на основании чего-то высказывания. И мы живем в поражении лишь только потому, что не возвращаемся к первоисточнику. Вот эта интересная история, она нам немножко поюморит, но даст нам какое-то право задуматься вообще, чьим словам поверим мы. Сегодня была на похоронах у дедушки, одной моей подруги, который являлся членом какой-то секты. По обычаю этой секты на похоронах присутствовало ясновидящее, которое должна была предсказать, кто умрет следующим. По окончанию церемонии в виду не сосредоточилась и заявила, следующим умрет тот, кто первым выйдет с этого кладбища. Пять часов сидим на могилках. Кто-то играет в карты, старички в домино, молодежь чатится в телефонах, заказали пиццу и пиво. Кто-то надавал тумаков сторожа, который пытался нас выгнать. А вечером будем делать барбекю с полицейскими, которые приехали разобраться в нашей проблеме и тоже почему-то решили остаться. Один полицейский позвонил пожарным, попросил привезти согревающее покрытие. Вот думаем, стоит ли объяснять им причину нашего нахождения здесь или нет. Учитывая, что развозчики пиццы тоже решили задержаться с нами. Вот переживаем, хватит ли места всем на кладбище. Но наш с вами источник – это Слово Божье. Аминь. Это главный наш источник, на что мы с вами обращаем внимание, на что мы встаем. Я хочу обратить наш с вами взор, взор наше внимание, и окунуть нас в Евангелие от Иоанна, 21 главу, последнюю главу Иоанна Богослова. Единственный из представителей, кто писал Евангелие, кому дано вот такой, скажем так, титул богослов. Мы не знаем, чтобы Луку звали богослов, чтобы Матфея звали богослов, или Марка, но вот Иоанн, он богослов. И его Евангелие сильно отличается от всех трех синаптических Евангелий, которые бы около одних и тех же историй как бы описываются, и у них есть общий момент, общее описание, но Иоанн сильно, согласитесь, отличается в своем послании от всех остальных Евангелий. И отрывок из Священного Писания, который, скорее всего, мы неоднократно с вами читали, я полагаю, что ни раз, может быть, не десять, но, знаете, от этого истина не становится менее ценнее в нашей жизни, даже если мы сто раз читаем одно и то же самое место, истина как бы выстреливает в нашу с вами жизнь, порой даже в самый неподходящий момент. И вот здесь мы читаем, когда же, 15 стих 21 главы, когда же они обедали? Друзья, обедайте вместе. Знаете, такое мощное послание Бог иногда во время обеда посылает нашу с вами жизнь, когда ты просто такой принес жертву общительности, за кого-то заплатил, купил кому-то, может быть, пригласил кого-то в гости. Я, знаете, массу фундаментальных и кардинальных откровений своей в жизни получил, просто сидя за столом вечером на кухне. Знаете, и Бог сильно говорит. И вот мы видим, что здесь они после ужина сидят, вернее, даже не сидят, это мы с вами сегодня сидим, они тогда возлежали, то есть, да, у них была другая форма еды. И когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси агонцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я тебя люблю. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси овец моих. Знаете, вот у них идет ужин, и Иисус задает такой непростой вопрос, даже, я бы сказал, отчасти провокационный. Друзья мои, Иисус не спрашивает, веришь ли ты в меня? Иисус не спрашивает, знаешь ли ты меня? Иисус спрашивает, смотрите, любишь ли ты меня? Потому что не всякий объект нашей веры любим нами. Почему? Потому что есть масса верований и течений, где люди верят, но у меня большие сомнения, что они любят объект своей веры. Я не так давно был в Индии, в Калькутте, и там есть богиня, которой поклоняются в индуизме, богиня Кали, такая кровожадная богиня, и они, знаете, они верят в нее. Но у меня большие сомнения, что они ее любят, потому что вся вера основана на страхе. Можно служить Господу, и возможно, для кого-то сейчас будет какое-то особенно режещее откровение, можно служить Господу и не любить Господа. К великому моему сожалению, можно зарыться в некой механической вере, просто, вы знаете, механически что-то делать и не останавливаться на этом моменте, потому что когда Иисус спрашивает Петра, знаете, зачастую, ну, в основном, я так думаю, в основном жены спрашивают своих мужей, любишь ли ты меня? И все жены да скажут аминь. Не спрашиваете? Спрашивают, знаете, и есть такой классический ответ у мужчины, такой, ну, я тебе же в ЗАГСе там сколько-то лет назад сказал, что люблю, если что-то изменится, я тебя предупрежу как-то вот. Но на самом деле женщина ожидает, что это не просто будет информационный поток, да, но любовь, она будет как-то подтверждаться действиями. Аминь. Какими-то поступками, какая-то, это не просто, знаете, было бы, ну, наверное, печально, если бы я просто признавался жене в любви, ну, а за этим признанием ничего дальше не стоит. А когда Иисус спрашивает у нас, любишь ли ты меня, давайте представим, что на место Петра каждый из нас. Иисус спрашивает, любишь ли ты меня, что Иисус не знает состояние нашего сердца, Иисус знает ответ наш даже, прежде даже нашего как бы сотворения, Он внутри нас соткал, Он даже предназначил нашу судьбу, Он же знает все. Знаете, и когда Он три раза спрашивает один и тот же вопрос, у меня есть такое подозрение, что Он хочет сильно обратить внимание Петра именно на это. Любишь ли ты меня? Аминь. Любишь ли ты меня? Апостол Павел, если позволите, защитил целую диссертацию о любви в 13 главе Коринфина. Он доказал, что можно иметь всю веру, можно даже самого себя на жертвенник принести, но если за этим не стоит любовь, если в этом нет любви, то Павел так и пишет, что в этом нету никакого толку. Нету никакого вообще смысла, если в основе всего не стоит любовь. Знаете, и это послание как будто бы такое, знаете, я вообще люблю радостные послания, которые поднимают человека, потому что Иисус принес нам Евангелие оправдания. поднимать людей. Мне не нравится, когда вот так вот палец вниз. Ты грешник, у тебя ничего не получится, ты там земляной червяк и так далее. Иисус говорит, ты мое дитя, тебя усыновил, ты теперь мой друг. Знаете, с другом вообще по-другому у тебя общение строится. Согласитесь? Бог приравнял, знаете, когда мы говорим про вечерю Господню, когда мы говорим, что Бог сажает за свой стол нас с вами. И помните, когда у Давида был завет с Иоаннафаном, заветные были отношения, то они поклялись друг другу, что они будут заботиться о семье, они будут заботиться о, даже если меня не станет, ты позаботишься. И вот в один момент Давид вспомнил, что у него завет есть с Иоаннафаном. Он говорит, что, остался ли кто-то из дома Саулова, из семьи Иоаннафана? Ему сказали, есть инвалид, мальчик по имени Месфивасфей из Ладывара, но он инвалид. Его служанка, когда бежала, уронила, и он вот, он просто, ну, как бы, с его опорно-двигательным аппаратом что-то не так. Знаете, и когда его привезли из Ладувара во дворец Давида, посадили за царский стол, вот поверьте, когда Бог нас сажает с вами за один стол, Он под стол на твои кривые ноги не заглядывает. Мы, люди, можем заглянуть, а Бог нас благословляет своим благословением. Скажите на это Аминь. И вот, знаете, Он хочет обратить внимание Петра, как будто пробивается через какую-то, то есть, вот через какую-то стену, потому что если меня будут спрашивать один и тот же вопрос три раза, и ты на вроде бы на понятном русском, чисто русском языке отвечаешь, да, люблю. Вот себя представьте, вот дети особенно, дети, они задают один и тот же вопрос. Но вот на третий раз что поднимается в человеке, скажите? Ну, как минимум такое легенькое раздражение, ну ты что, тупой что ли, или что, не понял, я же тебе уже объяснил. но здесь мы видим, что Иисус, он не прекращает задавать один и тот же вопрос, ожидая все-таки сконцентрации, внимания, он хочет, чтобы мы с вами сконцентрировались именно на этом вопросе. А правда, а если я люблю Бога, тогда от Него звучит вопрос, тогда заботься об агонцах моих. Агонцы мои, это церковь, это, вот мы все здесь с вами сидящие агонцы Иисуса Христа. Участвуй тогда в моем наследии, участвуй тогда в моих детях, прикладывай какое-то усилие в этом, просто любовь это не информационный поток, любовь это действие. Аминь. И знаете, и трагичность этой ситуации заключается в том, что мы знаем по священному Писанию, что Петр уже покаялся в своем отречении, он уже расплакался, он уже был вот в этой в придворье, то есть этого прокуратора, он уже прослезлился, он уже покаялся, не раскаялся, а покаялся в содеянном. Знаете, и вот когда он встречается на этом ужине с Иисусом, парадокс-то заключается в следующем, что призывая Петра на служение, Иисус ему сказал уникальные слова, оставь свои сети, следуй за мной, я сделаю тебя ловцом человеком. Знаете, и когда Иисус был распят, когда он остался на кресте, и потом его сняли с креста, и похоронили в этой гробнице, и трагичность ситуации заключается в том, что Петр ведь не пошел спасать людей. Петр мы видим в этой же самой 21 главе, в 3 стихе, он говорит, Симон Петр говорит, иду ловить рыбу. И говорят ему, друзья его, и мы идем с тобой. Будучи призванным человеком, призванным Богом на служение, он возвратился, смотрите, к своей первой профессии. Одно дело, когда рыбак становится апостолом. И это дело божественной благодати, когда ты стоишь на этом месте, каждый из нас сегодня понимает, что это не я, все, что сегодня я имею, это Божья рука, это Божье благорасположение, есть моменты, которые вообще от нас не зависят. Даже то, что я сейчас здесь стою и проповедую, это действие Божьей благодати. Потому что я знаю, кто я. Я знаю, из какого, извините за выражение, непристойства меня Господь достал, омыл, очистил и поставил. Но другое дело, когда апостол становится рыбаком. Чувствуете, какая разница? И он говорит, я пошел опять ловить рыбу. Одно дело, когда Бог призывает, и ты знаешь, как это все происходит. Но не можешь это объяснить. Другое дело, когда человек, призванный Богом, возвращается к своей рыбе. Я вас не теряю. Все хорошо? Помните, как будто бы по благодати, в кавычках так поставлю, как будто бы по благодати Исаф променял первородство. Просто был момент, просто было желание, просто была вспышка, просто хочу. Знаете, как много просто хочу. Один миг удовольствия, один необдуманный шаг. Но потом по благодати первородство не возвратить. И вот, знаете, курьез ситуации заключается в том, что Иисус не предъявляет. Он говорит, Петр, я же тебя куда послал? отец, который встречает блудного сына, не предъявляет. Вы замечаете? Сход, такой как бы очень образ одинаковый, когда мы видим, что характер Бога, Бог не предъявляет. Бог всякий раз, Бог седьмых, девяностых, миллионных шансов в нашей с вами жизни. Всегда милость его обновляется каждый Божий день. И вот я вижу, что ситуация такая напряженная. Иисус ему задает вопрос о любви. Как будто бы, знаете, я представил, наверное, рыбка-то, вот, кость может застрять в горле от такого вопроса. Причем здесь люблю? Мы иногда ожидаем какие-то, знаете, какие-то предъявления, какие-то разборки, какие-то, то есть, а почему ты так поступил? А Иисус выше всего этого, Он говорит, ну, просто ты любишь Меня или нет? Вот это все за скобки выносим. Сейчас вообще не об этом речь. Я знаю, кто ты, Бог знает, кто мы, Бог знает наше несовершенство и так. Знаете, если бы Он всякий раз нажимал на эти кнопки в нашей самой жизни, ты такой, да ты не столько молишься, да ты не такой святой, да ты не столько делаешь, не столько жертвуешь, не столько любишь, нас бы с вами давным-давно просто как вот этот пузырь разорвало. Поэтому в этом и есть Его Божественная благодать, что Он как бы не тычет в нас пальцем, не нажимает на одни и те же кнопки, Он просто спрашивает, ну, что, Петр, ты любишь Меня? Я думаю, Петр растерялся, наверное, от такого вопроса. Мы иногда, знаете, ожидаем, но Бог выше этих ожиданий. Я думаю, Он вспомнил тот момент, когда Он стоял с сетями, хотел закидывать сети, Иисус ему говорит, оставь это все, оставь свои сети, следуй за Мной, я сделаю из тебя ловца человеков. И как мы видим в этой истории, ловля-то не удалась у них. Во всей этой 21 главе, я начал практически с конца главы, но возвращаясь вперед, мы видим, что 4 стих, а когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, а нет, 3 стих, пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Слушайте, они же профессионалы. Петр профессиональный рыбак. Петр знает, где прикормить, какие снасти должны быть, в какое время ловить. Знаете, дорогие мои, у меня есть слово внутри, если ты точно знаешь, что ты призванный Богом в том или ином направлении, но сознательно отказываешься и возвращаешься в какую-то прошлую свою стезю, у меня к тебе одно лишь только есть слово. Клево не будет. Если ты точно знаешь, что Бог тебя призвал служить в бизнес-служении, служить, может быть, в каком-то другом направлении, но ты сознательно возвращаешься куда-то, потому что какие-то обстоятельства повели, мы видим, что профессиональный рыбак Петр не смог не поймать ничего. И когда они ловили эту рыбу, там стоял на берегу мужчина, они же даже не знали, что это Иисус. Вы заметили, если мы с вами будем читать, лишь только потом, когда уже был лов, когда только уже рыба была с избытком, лишь только тогда Иоанн узнал, так это Господь. А до этого это просто стоял какой-то мужичок на берегу и говорил, ребята, ну что, как там, клюет, не клюет. Они уже разочарованы, уже светают, по законам рыбалки уже время не рыбное. Знаете, и тут какой-то человек с берега говорит, по другую сторону закиньте сети. Советы от Господа очень часто противоречат нашей с вами логике. Потому что Бог говорит, вот не так, как, знаете, когда мы еще ничего не знаем, когда мы еще мало что-то понимаем, когда Господь нам говорит, мы соглашаемся со всем. Мы говорим, да, Господь, так делать, давай так буду делать. Я, когда приехал в Санкт-Петербург на миссию, я уверовал в мае 2009 года, 9 мая, кстати, праздник Победы мой. А в январе месяце 10-го года я уже был на миссии в Санкт-Петербурге. Так вот, я даже Новый Завет до конца не прочитал, чтобы, вот знаете, как-то руководствоваться. Просто ты слышал, что тебе Бог говорит, и ты делал. Не разбирался, знаете, вот там не вычислял. Сегодня я закончил магистратуру, у меня есть степень, у меня есть теперь знания. И когда тем больше у тебя знаний, ты начинаешь ну как бы в диалог с Богом вступать. Да ладно, по какую другую сторону сети? Мы же знаем, там светло, а когда сети видно, рыба пугается, она туда не идет. И мы тогда, вот сегодня было свидетельство яркое, просто молитва. слушайте, у нас такая ситуация, ты говоришь, элементарные кажутся вещи, надо молиться. Да понятно, что надо молиться, но, но как только человек включает свое, но, да Бог-то понятно, но, так вот Бог все понятно, в этом-то все и осталось. Второе, что я вижу, когда ты знания, то есть, ты какой-то мужик, представите, кто-то однажды сказал, вообще парадокс в том, что плотник советовал рыбакам, где ловить. Какой-то там неизвестный мужчина, неизвестный какой-то там, знаете, служитель, неизвестный человек, может быть, не такой профессиональный, как ты, но он тебе берет и говорит, вот так вот сделай. Второй момент, который мы видим вот в этой ситуации, это глубочайшее смирение. Ты строишь свой бизнес, где-то в офисе работаешь, а тебе приходят и говорят, слушай, надо от Господа словно сделать вообще не так. Подожди, я и так все знаю. Мы же знаем, как ловить рыбу, но по слову твоему, великое благо, но по слову твоему, закинем другую сторону. И они поймали рыбы, даже сосчитали ее. Не знаю, почему они ее сосчитали, но их оказалось 153. И вот они вытащили эту рыбу, а Иисус уже сидел на берегу с рыбой. И вот для меня эта история еще больше становится загадочней, потому что Иисусу ни деньги наши не нужны, ни рыба наша не нужна. Ему важна наша реакция и, как сегодня брат сказал, состояние нашего сердца. Потому что за смирением всегда идет просто сильное наполнение Божьей благодатью, потому что Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Вопреки логике, вопреки знаниям, вопреки как бы своему опыту ты поступаешь как дитя. У меня, знаете, пять сыновей, вот младший Захар, куда бы я его сейчас не поставил, ему два года, он не будет думать, если я ему скажу, давай прыгай, он с любой высоты, там на каких-нибудь аттракционах, он на горку залезет, я ему говорю, прыгай, и он прыгает. Но я вам хочу сказать, 17-летний, он мне скажет, пап, ты что, куда мне прыгать? Нет, давай-ка я спущусь сам. И поэтому я думаю, что вот, когда Библия нам говорит, что будьте как дети, это где-то вот в каких-то моментах нам просто надо на 100% доверять Господу. Отключать. И вот Иисус сидит с рыбой, ему не важна была сама рыба, которую поймали они, ему был сам факт послушания и действия. И знаете, и вот чудеса же произошли. Вопреки логике, они закинули его на солнечную сторону, поймали много рыбы, и тут Иоанн смотрит и говорит, так это же Иисус. Друзья мои, чудеса открывают нам глаза на Бога. чудеса. И нам надо научиться его прославлять в этот самый момент. Вот именно в этот самый момент, как сегодня, вот почки исцелились, в этот самый момент мы воздаем тебе, Господь, всю славу, всю честь, и вся хвала принадлежит только тебе. Аллилуйя.